В округе продолжают благоустраивать общественные пространства рядом с железнодорожными станциями, через которые пройдет МЦД-3. Ход выполняемых работ держит на контроле Владимир Волков. Как прошло выездное совещание в Томилине, расскажем в сюжете. ГИБДД даст те решения, как нужно сделать так, чтобы было безопасно. Но задача наша сделать не вот этот пятачок, а сделать так, чтобы было комфортно потом. К подготовительным работам приступили в апреле. У станции Томилина благоустроят три участка. Основной фронт работ приходится на площадь перед памятником Пушкину. Будем выполнять работы по укладке тротуарной плитки. В районе 700 квадратов будет уложено асфальтовое покрытие. В районе 300 квадратов будет высажено в районе 1000 квадратов газона. С той стороны будет облицована входная группа в парк имени Лапса гранитной плитой. Также будут установлены вазоны, антипарковочные столбики, будет сделан тротуар. На площади установят лавочки, городские часы, высадят деревья и кустарники. Памятник Пушкину отреставрируют. В темное время суток его подсветят четырьмя светодиодными фонарями. Но в первую очередь по просьбе жителей обустроят тротуары и приведут в порядок существующие пешеходные зоны. Чтобы для пешеходов, для детей, для всего здесь было побольше порядка. Потому что сейчас в осенне-зимний период здесь не пройти вообще никак. Так, пошире тротуары, побольше, наверное, парковок для машин, жителей, кто приезжает здесь, кто на электричку оставляет, чтобы все поорганизованнее было. Не кидали вдоль, что ни пройти, ни проехать. И пешеходные переходы все загораживают. Фасады торговых объектов приведут к единому стилю. Рядом со станцией, в том числе на улице Жуковского, тоже сделают новые тротуары и парковку. Также необходимо дополнительные места парковочные обустроить с противоположной стороны. Все эти замечания мы учитываем, вносим, изменяем проект, дополняем. Самое главное – соблюдать качество, чтобы все было вовремя сделано на достойном уровне. Благоустройство территории около станции Томилина завершат в августе. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.